Добрый вечер на ТВ-8 новости в студии Юлия Будич. Смотрите главные темы дня. Добрый вечер на ТВ-8 новости в студии Юлия Будич. Президента в Россию. Аппарат президента за этот год потратил на авиаперелеты около полутора миллионов леев. Страшная авария в Москве. Автобус въехал в подземный переход. Пять человек погибли, 15 пострадали. Полиция рассматривает две версии ДТП. Рождество – повод собраться всей семьей за праздничным столом. В семье Негреско и села Тадирешт все от мала до велика ждут праздник с нетерпением. На столе красное вино и традиционные блюда. Дети поют калятки, а гости желают друг другу благополучия в новом году. О том, как встречают Рождество, в кругу семьи узнала наш корреспондент. Чистите газы! Примись кукулинду! Примим, примим! Красивые калятки слышны во всей округе. Семья спешит открыть двери калидующим. В семье Иона и Галины Негреско и села Тадирешти Рождество – особенный долгожданный праздник. Все родственники собираются за столом, чтобы поднять бокалы за счастье и радость в новом году. Мы селим на масла сарбатаре, на нас в доме. В тот год мы встретим на масла сарбатаре. В один год мы встретим на нас, в один год мы встретим на фрате, в один год мы встретим на нанасе. Так же, мы рандуем. Хозяйка угощет гости традиционные и всеми любимые блюда. Домашнее вино украшает богатый стол. После хорошего вина время для красивой калятки. Три пастури се întâlнире, ши аша се святуире. Раза соарелуй, флоаря соарелуй, ши аша се святуире. Национальные мотивы заиграли на сцене фестиваля «Вечер калядок» селета Тадирешт Нованинского района. Музыкальные коллективы из нескольких сел прибыли, чтобы спеть традиционные рождественские калядки. Ансамбли встречали хлебом с солью, калядующих угощали красным вином и сладостями. По традиции, каждый год на Рождество на импровизированной сцене калядующие исполняют самые красивые праздничные калядки. Местные жители села Тадирешт бережно хранят традиции фестиваля. Обычаи передают из поколения в поколение. Музыкальный коллектив Музыкальный коллектив Женский коллектив из силы Ахитросу порадовал красивым исполнением. Ансамбль Балбачанка исполнил традиционную калятку, которой не один десяток лет. Ансамбль Балбачанка исполнилありета. Градина Дорула из Новых Анен подготовил концертную программу. Градина Дорула из Новых Анен. 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 После 40 дней поста православные отмечают Рождество по новому стилю. Пришли в церковь, чтобы причаститься. Прихожане говорят, что для них Рождество – это праздник души. Градина Дорула из Новых Анен. Этот молодой человек приехал домой за границу. Там он учится, но на праздники захотел быть вместе с семьей. Градина Дорула из Новых Анен. Некоторые говорят, что праздник Рождество и по новому стилю. Люди говорят, что после службы пойдут домой, чтобы накрыть праздничный стол. Градина Дорула из Новых Анен. После службы прихожане послушали калятки, а дети получили в подарок сладостей. Портаколы, бомбоны, очень много. Покатали с бомбонами. Рождество и по старому, и по новому стилю празднуют в пяти странах мира, в том числе и в Молдове. До Нового года рукой подать. Кто не успел купить продуктов к праздничному столу, в выходной день пришел на рынок. Одни не экономят на еде, другие включили в меню только самое необходимое. Люди говорят, что цены на праздники заметно подскочили. Кто-то сегодня празднует Рождество по новому стилю, кто-то ждет 7 января. Но все, как один, говорят, цены в этом году выросли. Даже если цены кусаются, люди говорят, что готовы выложиться на праздничный стол. А у этой женщины двойной праздник. Сегодня еще и день рождения ее внука. Говорит, приготовит много разнообразных блюд. Овощи и фрукты на рынке в эти дни подорожали. Килограм помидоров стоит до 38 леев, огурцы 35, сладкий перец 45. Картофель, лук, морковь от 5 до 8 леев. Свежая капуста по 4, а маринованная до 10 леев за килограмм. Свинуе мясо на рынке обойдется покупателям от 75 до 100 леев за кило. Мясо птицы дешевле. Традициональная рецептурь не может лишиться на масе. На пиатре, 1 кг. картофель кокошу выложит около 45 леев. И один кокошу выложит до 100 леев. Чеи, которые любят пифтия из картофель, комерцианцы, у них есть птицы птицы. Эти птицы продают до 50 леев за килограмм. Подорожали зелени. Сейчас пучок можно купить по 5 леев. Яйца продают за 20 леев. Бананы от 23 до 40 леев за килограмм. Продавцы говорят, что по сравнению с прошлым годом, в этом покупателей мало. В общей сложности праздничный стол обойдется от 1000 леев и выше, в зависимости от предпочтений. Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующие к Григорианскому календарю, отмечают сегодня Рождество Христово. Главная служба прошла накануне в соборе Святого Петра в Ватикане. Праздничные месы прошли в ночь на понедельник в большинстве стран. Во время воскресной проповеди Папа Римский Франциск призвал человечество встретить этот праздник в мире и согласии. Верующие с пониманием отнеслись к усиленным мерам безопасности. В Вифлееме базилика Рождества Христова приняла огромное число христианских паломников на фоне неутихающих акций протеста палестинцев против признания Вашингтоном, Иерусалима, израильской столицей. С поздравительным посланием к верующим выступил патриарх Уминской православной церкви Даниил. Он пожелал всем радости и призвал протянуть руку помощи бедным, старикам, больным и обездоленным. Президент США Дональд Трамп и его супруга Миланя посетили рождественскую службу в церкви во Флориде. Королева Великобритании Елизавета II встретила Рождество в кругу семьи. Пожарные спасают Рождество. 18 бригад спасателей украсили спецмашины гирляндами, наполнили мешки подарками и отправились дарить праздник малоимущим семьям. Рождественский караван спасателей накануне стартовал с площади Великого национального собрания, пожелав взрослым и детям счастливых праздников. Внимание малышей привлекли нарядные пожарные машины. Сюрприз пожарных удался. Дети и взрослые фотографировались у пожарных машин, которые были украшены праздничными гирляндами. Малыши смогли сесть за руль, некоторые пришли в костюме пожарных, рассказали спасателям стихи и получили подарки. Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Первая водитель не справился с управлением. Вторая неисправность автобуса. По данным Интерфакса, пока версия теракта не рассматривается. Авария произошла у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве на кадрах. С камер видеонаблюдения видно, как автобус стоит на остановке, затем выезжает на тротуар, въезжает в подземный переход, после чего скатывается по лестнице, сбивая людей. Только что страшнейшая авария произошла. Водитель автобуса на «Славянском бульваре» просто протаранил людей и упал. И упал в пешеходный переход. В Следственном комитете России журналистам рассказали, что водитель заявил о неисправности тормозов. По его словам, автобус начал самостоятельное движение. Он попытался остановить транспортное средство, но тормоза не работали. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, говорят врачи. Очевидцы с ужасом вспоминают произошедшее. Двигатель был выключен. Я только сел, минут пять прошло, только достал телефон. Он, смотрю, ни с того ни с сего, дает по газам. Впереди стоял автобус. Думал, может, он не хочет ударить. Выезжает на тротуар. Я вообще удивился, почему бы он хотел заглушить, чтобы он в эти деревья поехал. А он специально, я так не показал, что это он специально, взял и в переход. Переход ударился сильно. Ну, мы в состоянии шока. Нас человек пять-шесть там было. Выходили все с автобуса. Автобус принадлежал Одинцовской транспортной компании. В организации агентства ТАСС сообщили, что водитель прошел предрейсовый осмотр, который не выявил нарушений. Мэр Москвы поручил провести проверку всего автобусного парка. Центральная избирательная комиссия России отклонила заявку на регистрацию Алексея Навального. В ответ он заявил, что его сторонники устроят бойкот президентских выборов. Дал указание своим слугам из Центральной избирательной комиссии отказать мне в регистрации. Мы объявляем забастовку избирателей. По данным ЦИКа, документы инициативной группы отклонены из-за того, что Навальный не обладает пассивным избирательным правом из-за судимости. Всего ЦИК получил 742 подписи в пользу регистрации российского оппозиционера. По закону требуется не менее 500. Игорь Дадон вновь отправился в Москву. Рабочий визит по приглашению Владимира Путина продлится два дня. Это уже седьмая поездка президента в Москву. За первый год правления Игорь Дадон совершил 17 визитов за рубеж, при этом ни разу не посетив Румынию и Украину. С начала года аппарат президента заказал службы авиаперелетов на сумму около полутора миллионов леев. В ходе визита в Москву президент Игорь Дадон встретился с патриархом Кириллом. Глава государства примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а также отправится в Газпром. В мае в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, где присутствовал молдавский президент, ведущая спросила премьера Индии, вмешивается ли Россия в избирательные кампании других стран. Владимир Путин иронично и заявил, что на этот вопрос может ответить Игорь Дадон. У Дадона спросить, он знает. В октябре глава государства побывал в Сочи, где принял участие в заседании Совета глав государства СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. А в ноябре Дадон снова отправился в Москву. На этот раз глава государства поблагодарил Кремль за то, что удалось избежать санкций против Молдовы, так и ответ на антироссийские действия властей Кишинева. И вопреки провокации правительства, парламентского большинства, то, что Российская Федерация очень взвешена и мудро подошла к этим провокациям, это явные провокации были. В Брюсселе Игорь Дадон встречался с европейскими чиновниками и заместителем секретаря НАТО. Глава государства выступил против открытия бюро по связям НАТО в Кишиневе. Как считают политические аналитики, в рамках этого визита Игорь Дадон унизил Молдову. В апреле Игорь Дадон участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. В мае президент совершил несколько зарубежных визитов. Помимо поезда к Москву, глава государства посетил Стамбул и Будапешт. Летом президент побывал в Баку, Белоруссии и Тегеране, где принял участие в церемонии инаугурации избранного президента. Там глава государства встретился с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, которого в Молдове объявили персоной Нонграда. Подобный жизнь Кишинева разгневал президента. В сентябре глава государства побывал в Ашрабаде по приглашению президента Туркменистана, а в начале ноября отправился в Италию. Президент не стал встречаться с Молдавской диаспорой, что вызвало недовольство наших соотечественников. Глава государства посетил службу российских священников. По возвращению из Италии Игорь Дадон поспешил на встречу в Армению. По мнению политических аналитиков, большинство визитов молдавского президента за рубеж не принесли существенных результатов для страны. Живут на подаянии государства. Журналисты портала Молдова Курата в своем расследовании поведали о том, как за последние пять лет некоторые судьи в столице получили жилье от муниципалитета по льготным ценам или вовсе бесплатно. Некоторые получили несколько квартир более чем на выгодных условиях. В списке судей, получивших жилье от государства Нина Арабаджи, занимающая пост судьи сектора Рыжкановка. Как сообщает портал Молдова Курата, в 2012 году судья бесплатно получила двухкомнатную квартиру на Буйканах. Два года спустя Арабаджи указала в своей налоговой декларации еще одну квартиру площадью в 56 квадратных метров. А в 2016 судья получила еще одно жилье по выгодной цене. Судья приобрела квартиру площадью в 82 квадратных метра за 29 тысяч евро, что в два раза ниже рыночной цены. Йоргий Йова, судья апелляционной палаты, также получил квартиру бесплатно. Его супруга владела недвижимостью, тем не менее служителю Фемиды выдали еще одно жилье площадью в 72 квадратных метра. На вопрос, была ли квартира предоставлена в пользование или во владение, судья ответил, что в налоговой декларации все указано и в дальнейшем воздержался от комментариев. Еще один судья апелляционной палаты в очереди за квартиры, Игорь Мынаскурте. Как говорится в журналистском расследовании, прежде чем получить квартиру бесплатно, судья приобрел другое жилье по льготной цене. Автор расследования обратилась за комментарием к вышеупомянутым судьям, однако все ответы были весьма скромными. С 2012 года из муниципального бюджета было выделено 67 миллионов леев для исполнения судебных постановлений, чуть более 60 миллионов на примирительные сделки с лицами, которые получили деньги вместо жилья. Прокуратура начала разбирательство, возбудив уголовное дело против градоначальника Дарина Киртуака. Его обвиняют в нанесении ущерба муниципальному бюджету в размере 60 миллионов леев. Сегодня мы решили организовать специальный выпуск передачи в партнерстве с Калмом, для того, чтобы подвести итоги 2017 года для примарского сообщества. Примары из Единцев, Чемишли, Камрата Страшен и Штефан Воды расскажут о местной автономии, о том, как обстоят дела с финансированием, а также о случаях давления. Смотрите начало выпуска в 21.30. Если вы стали очевидцем важного события, присылайте нам свои фото и видеоматериалы в редакцию сайта tv8.md или звоните по телефону, указанному на экране. Ваша информация может стать новостью. Далее смотрите прогноз погоды, а затем специальный выпуск программы «Регионалы». У меня на этом все. Увидимся завтра в 21.00 на ТВ8. Счастливого Рождества! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова